Соответственно, вот понятно, чайки показаны, так не в курилке. Соответственно, давайте посмотрим, значит, посмотрим. Соответственно, я поставил слово «аноним», человек зарегистрировался на онлайн-конференцию, он написал там свою фамилию, имя, отчество, но я решил, что, поскольку я буду немножко критиковать, человек впервые у нас, давайте я заменю на анонимность. Если человек хочет признаться в чате или под видео, что это его вопрос, пожалуйста, пожалуйста. Сделать одолжение. Соответственно, вот как бы там непонятно в форме было, то есть это вопрос, который человек хочет задать, или область его интересов. Вот, я думаю, что вы уже прочитаете и так далее, вот как бы, да. Так вот, соответственно, такая баречка, Нобелевский комитет направил письмо Никите Сергеевичу Хрущеву после того, как слетал спутник, стали летать космические корабли с просьбой назвать главного конструктора, чтобы дать ему Нобелевскую премию. С большого, а Сергей Павлович Королёв был тогда засекречен, естественно, как всегда он на нашей родине. Вот, и Никита Сергеевич Хрущев, значит, как бы, ну, в теоретике того времени сказал, что ракету создавал, ну, соврал, конечно, весь советский народ. Нет, ну, вещи типа спутника ракеты создаются не весь советский народ, а лучшие умы, в том числе лучшие конструкторы, лучшие рабочие, ну, то есть люди разных, но это лучшие люди. Я профессиональный ракетчик, поэтому я знаю, что такое, там, отславить ракету. Ну, просто-напросто, в силу своих занятий и так далее. Так вот, как бы, какой мой стратегический совет? Стратегический совет всем, то есть всем, надеюсь, посмотрит это видео какое-то количество людей. Давайте следующий слайд, как бы, да. Вот, соответственно, вот, учитывая, что конференция проводится с 1984 года, соответственно, количество людей, которые мне написали про то, что их интересует, там, парадигмальный анализ, доктринальный анализ, концептуальный анализ, оно исчисляется десятками с 1984 года, да. Опыт показал, очень жёстко, что они не в состоянии сделать доклад, не в состоянии развития. Учитывая, что со многими я познакомился, вот так получается, выясняется, что когда человек бросается такими словами, там, стратегическое консультирование, концептуальное консультирование, парадигмальный анализ и так далее, и так далее, вот, соответственно, это такой герой местной кафедры, ну, в худшем варианте местной курилки. То есть, это звезда кафедры. При появлении Игоря Иоанна Адачевича Викентьева это очень жёстко. Звезда кафедры, вся кафедра, ужимается до одного процента. То есть, у нас отличие в сотни, в тысячи раз, просто по знаниям, по умениям, ну, и так далее, и так далее. Так вот, чтобы не быть звездой кафедры, даже соседней кафедры вместе с курилкой, мой совет, как бы, выходить к людям, выходить к людям, да, сразу бы несовершенным, абсолютно неблагодарным. 75% из которых не в состоянии физически, органически сделать репост. Ну, это органика, да, наверное, это органика, да. Вот, соответственно, и показывать свой продукт. Соответственно, я могу гарантировать, что если это происходит у нас, вас будут вычитывать человек 40, может быть, 50, может быть, 70, ну, зависит от темы, да, весьма-весьма неглупых людей, которые помогут вам, как бы, ну, выйти к людям. Поэтому мой совет, вас могут интересовать какие-то такие околофилософские, методологические проблемы, мой совет – делать доклад, делать доклад. Вот, информация для докладчиков, мерная информация написана. На май, скорее всего, вы уже не успеваете, если только нет, уже готовый, готового материала. Следующая конференция в районе 2-го, 3-го воскресенья, декабря, декабря 2022 года, как бы, да. 2022 года, да. Да, да, пожалуйста, идемте дальше. Соответственно, мы никак не монетизируем наше видео, потому что для этого нужно вставлять чужую рекламу. Но приношу извинения, хотя, конечно, это нелепо, недавно YouTube сам, то есть это не наша воля, стал вставлять какую-то рекламу в наши видео. Иногда вставляет, а иногда не вставляет. Поэтому, как бы, ну, извините, да. Соответственно, у кого есть возможность и понимание важности того, что делается на курсе, пожалуйста, вы можете софинансировать. Там два счета. Тот счет, который Яндекс.Маня или Юмания, как он называется, он напрямую идет на видео, как бы, да, там, сто процентов, как бы, да, там, сто процентов, так далее. Ну, идемте дальше. Соответственно, у нас получается так, что наша родина русскоязычная, она не любит ни мужчин, ни женщин. И, по-моему, учитывая, что я сейчас, как бы, работаю с очередным клиентом в Госдуму, по-моему, сама себя не любит. Соответственно, у нас есть небольшое место, созданное мною и моими коллегами, которым каждый раз большое спасибо, где очень спокойно, уважительно, комфортно мы обсуждаем сложные проблемы. Периодически появляется какая-то особь с непонятным количеством конечностей, как правило, мужского пола, который заходит на наиболее интеллектуальный русскоязычный канал и что-то орет, вопит. Ну, соответственно, такая личность всегда имеет дело со мной, и результат всегда один и тот же. Бан навсегда. Поэтому еще и еще раз. На этом канале создана уникальная атмосфера, которой нет, как бы, на сайтах различных НИИ Академии наук, которой нету на сайтах МГРУ, которой нет на сайте СПБГРУ. У нас на сайте эта атмосфера, уважительное отношение, если не любовь, то уважительное отношение, безопасное отношение, внимание к вашим вопросам создано. Поэтому, соответственно, еще и еще раз, прежде чем писать, пожалуйста, изучите наши правила и максимально уважительное отношение. Если вам не повезло с воспитанием, вам не повезло с родителями, бывает. Ну, соответственно, учитесь лучшему. Это развивает. Продолжение следует...